Нарядил велосипед и рюкзак и поехал в сторону совершения теракта. Вот так аккуратно, будто бы подбирая каждое слово, мужчина рассказывает о том, как устроил теракт на железнодорожной ветке. Напомним, произошло это 11 ноября в 8 часу утра на перегоне Рыбная Блокпост. Из-за срабатывания самодельного взрывного устройства 19 вагонов грузового поезда сошлись с рельсов. После того, как я установил два СВУ и видеокамеру, я начал отдаляться от места установки. Я услышал звук состава. Когда поезд оказался в поле зрения камеры, я осуществил подрыв. По данным телеграм-каналов, задержанный 35-летний рязанец Руслан Сидики до недавнего времени работал сантехником-электриком в одном из торговых центров. У мужчины два гражданства. Одно российское, другое итальянское. В ходе допроса задержанный дал признательные показания и сообщил, что в феврале 2023 года он был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. После этого он прошел диверсионную подготовку в Латвии при непосредственном участии латвийских спецслужб и в марте 2023 года вернулся в Рязань. При проведении обысков у задержанного обнаружены и изъяты компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации, содержащие фото и видеоотчеты о совершенных им преступлениях. Подробнее об этих самых преступлениях. По данным ФСБ, 20 июля по заданию украинского куратора мужчина изготовил взрывные устройства, которыми снарядил 4 квадрокоптера и с их использованием атаковал военный аэродром Дегелева. Напомним, тогда на месте удара обнаружили воронку глубиной в полтора метра диаметром около 10. Эксперты еще говорили, что такие воронки оставляют взрывающиеся дроны, начиненные взрывчаткой в кустарных условиях. Теперь же понятно, кто конкретно это исполнил. В настоящий момент в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статьям «Теракт» и незаконное приобретение взрывных устройств. По совокупности ему грозит до 32 лет колонии.